Приветствую друзья! Компания BGVP хорошо известна меломанам как производитель очень даже серьезных по звучанию внутриканальных наушников. Сегодня я предлагаю поговорить о новом для них направлении беспроводных наушниках BGVP Z01, в достоинство которых, помимо звучания, хочется вынести кейс, который совмещает в себе еще и беспроводную колонку. Признаюсь, о подобном устройстве я мечтал достаточно давно, особенно в путешествиях, когда один девайс тебе и наушники и колонка, в зависимости от ситуации. Собственно, очень любопытно. О нем сегодня говорим. Поехали! Пришел девайс сравнительно небольшой такой картонной коробки с изображением наушников и кейса и подробным описанием их технических характеристик. В моем случае, как видите, служба доставки оказалась очень даже суровой. Внутри я нашел две инструкции на разных языках, зарядный Type-C кабель и два набора амбушюр с подрезанным сердечником. Посадка с ними, конечно, неполный восторг, но можно приноровиться. Кейсу Z01 где-то в полтора-два раза больше обычного. Сзади у него находится, конечно же, Type-C порт, а спереди четыре индикаторных светодиода и два отверстия с металлической сеточкой по 28-мм динамик. Инициализация кейса происходит при помощи поворотной конструкции по или против часовой стрелки. При этом, если левый наушник установлен в базу, то играет колонка, а если извлечен, то наушники. Тут, кстати, кроется дополнительный бонус. Правый наушник может играть одновременно с колонкой, поскольку от его установки в базу вообще ничего не зависит. То есть колонка может играть в одной комнате, а вы с правым наушником отойти, например, в другую. Очень удобно, странно, что они это не задокументировали. При закрытии крышки соединение автоматически разрывается и срабатывает еще один одинарный светодиод, расположенный сбоку. Сами чашечки, как и кейс, полностью выполнены из черного матового пластика и представляют из себя эдакий бочонок с выступом под звуковод. Последний, как полагается, имеет бортик для удержания амбушюр и защитную металлическую сеточку. При установке в ухо хруста мембраны нет. На внутренней части имеются аж четыре контактные площадки, а с внешней механическая кнопка с индикаторным светодиодом. И вот это огромнейший на мой взгляд плюс, поскольку случайные срабатывания тут практически исключены. Управляется девайс почти стандартно. Один клик ставит музыку на паузу, два или три по левому наушнику меняют громкость, а по правому переключают треки. Ну и зажатие вызывает голосового ассистента. По качеству сигнала могу поставить оценку отлично, а у меня они ни разу даже не заикнулись. Есть водозащита по стандарту IPX5 для наушников и IPX4 для кейса. В паузах фонового шума здесь нет, носить их комфортно, да и пользоваться удобно. Из минусов хочется отметить только SBC и AC кодеки, а также до 5 часов работы на 50% громкости, которые тут, скажем прямо, с небольшим запасом. Так что слушать вы их будете где-то на 70%, а значит на деле будет около 4 часов воспроизведения музыки. Ну а на что способны встроенные микрофоны, предлагаю вам ознакомиться самостоятельно, я вставлю отрывок записи. Собственно, слушаем. Вот так вот, собственно, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более длинный относительно нормы импульс, заметное расхождение между левым и правым каналом, особенно на нижней части спектра, и искажения в пике достигающие 1,7%, причем на правом наушнике это значение еще выше. Фаза ведет себя вполне логично, а затухания на 30 и 60 дБ составляют где-то 88 и 98 мс без особых возмущений даже в области низких частот. АЧХ же выглядит вполне логично и предсказуемо. Низкие частоты нам приподняли на 12 дБ с практически ровной серединой, затем идет пик на области разборчивости и еще один пик для поднятия общей резкости звучания. Баланс, как видите, соблюден неплохо, низкие частоты чуть доминируют над высокими. По звучанию скажу так, BGUP Z01 превосходят всю имеющуюся у меня в наличии кучу динамических беспроводных наушников. Moondrop Neokake очень близки к ним по характеру, но по разделению, детализации и проработке материала серьезно уступают. Тот драйв, жир и динамика, что Z01 выдают на скоростной и тяжелой музыке, свойственен скорее для гибридов. А тут почти то же самое средствами одного 6-мм динамика. Halo W01, конечно, могут поспорить с героями обзора по скорости, но у них заметно опущена нижняя середина, что отодвигает звучание ритм-гитар немного назад и лишает нас ощущения насыщенности и кача. Да, звук Z01 кажется менее прозрачным, зато куда более естественным. Но и у W01 немного подсвечиваются свистящие. Обычно все нормально, но на не очень качественном материале возможны артефакты. У BGUP Z01 ничего подобного нет, все пики хорошо выверены и сбалансированы. One More Piston Bass Pro, на мой взгляд, заметно темнее и массивнее, что хорошо так сглаживает восприятие низких частот на скорости. На любителя, конечно, но лично мне ближе то, что предлагает нам BGVP. По характеру звучание неплохо центрировано, при этом звук имеет достаточно сильный такой уклон в бас, что вы могли, собственно, видеть на графиках. Баса тут реально много, он глубокий, массивный, с очень неплохой динамикой и проработкой текстур. Серединка ощущается довольно гармоничной, звук наделен приятной слуху массой и легким таким аналоговым смягчением и теплотой. То есть это то, что обычно обозначают выражением такой жирный, сочный звук с хорошей выразительностью и передачей эмоциональной составляющей трека. Вверха нам тактично отвели на задний план, чтобы они не мешали, не утомляли и не подсвечивали разнообразные артефакты сжатия. По стилистике же для Z01 полное раздолье, скоростная и тяжелая музыка, разнообразная в том числе и танцевальная электроника, джаз, блю, соул, все данные модели по плечу. Не скажу, что идеально KZ VX10 со своими четырьмя арматурными драйверами умеют еще больше, но и тут очень даже годно. Со свойственной динамикой мелодичностью, весом и объемом. Если же ваши ощущения заметно отличаются от приведенных мною, то могу дать простой совет. Сначала подберите насадки по размеру, а затем немного проверните чашечки в ухе, пока звукоизоляция не станет максимальной и вот тогда появится тот самый глубокий бас, масса и драйв на средних частотах и слегка притушенные верха. И это минуточку с учетом водозащиты IPX5. Лично у меня в этом плане, ну, только лишь есть одна придирка. Амбушюры чуток маловато, отчего фиксировать их в ухе приходится достаточно плотно и через где-то час-два уши начинают испытывать легкий дискомфорт. Понятно, что это решается простой заменой амбушюр, но все-таки. А так, даже не знаю, до чего тут еще можно докопаться. Звучат герои обзоров для своего ценника и конфигурации, на мой взгляд, очень даже достойно. Впрочем, у BGVP другого и не ожидалось. Они делают наушники в том числе и для топового сегмента. Итогом, в достоинство беспроводных ТВС наушников BGVP Z01 вынесу просто потрясающую идею с кейсом-колонкой, реально удобно. Хорошую посадку, наличие водозащиты, в том числе и у кейса. Нормальный запас по громкости, без рекордов, но мне, например, хватило. Регулировку громкости, механическую кнопку и сочная, мясистая и при этом достаточно техничное звучание, что само по себе большая редкость. Обычно приходится выбирать между мелодичностью и динамикой. Здесь же производителю удалось довольно неплохо их совместить воедино. Получилось довольно-таки круто, как для своего сегмента. Мне очень понравилось. Придряться же можно примерно к четырем часам работы на одном заряде и лишь с BCI-C кодеком. Хотелось бы, конечно, большего. А так, как говорится, жир, драйв, рок-н-ролл. А на этом у меня все. Это были беспроводные наушники BGVP Z01. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok